Приветствую вас на канале Восторг! Сегодня 3 июля и я обнаружила вредителей на своей капусте и хочу вам сейчас их показать как я буду от них избавляться и как их обнаруживать. Смотрите у меня вообще капуста находится под агротканью и таким образом ее никакие вредители не едят, потому что они сюда не могут проникнуть. Но есть исключение, какая-то бабочка сюда пробралась сделала яйца смотрите вот нашла, потому что та от меня уже убежала. Лучше это делать вечером. Смотрите, так поднимаю лист ой, как вам найти? Только что была здесь и эта убежала как они так быстро убегают вечером так поднимаете лист и смотрите здесь такие зеленые гусеницы их практически не видно, потому что они цвета, ну тот лист нужно поднимать который в дырочку видите, они цвета точь-точь такого же как лист очень интересно вот смотрите, я нашла ее вот смотрите какая она маленькая, а какую она дырку сделала есть, видите, она вот этот лист вот так вот ее накрывает, вот и она себе здесь сидит хоть бы что и вам нужно лучше в перчатках, ну мне некогда одевать, сейчас убежит обратно так вот ее взять это какая-то бабочка сюда залетела и наложила здесь яиц и теперь вот эти вот гусеницы сюда вылазит куда она делась ну видите, я не могу и в камеру смотреть и на нас, и на вас ну короче, можно взять собрать в ведро эти гусеницы пока они еще маленькие потому что они очень быстро едят очень быстро ведро собрать и либо залить водой либо помнять просто можно такие вот старые листья кстати желтые вот которые видите такие начинают желтеть я их лучше убираю так как у меня, смотрите здесь очень густая посадка этой капусты это кстати совойская капуста кто не знает вот я порвала только что и повыбрасывала сюда эти листья потому что если они начнут подгнивать может подгнить хороший лист поэтому эти листья лучше обязательно убрать вот смотрите лист снизу желтеет а лист желтеет когда он перестает работать видите пожелтел лист вот вы его убрали и он не будет загнивать и портить вам хорошие листы плюс питание он уже никакого не дает работу не делает поэтому лучше его выбросить туда так прошлись посмотрели посмотрели желтых листьев нигде нету вот у меня есть я забираю вот видите какие смотрите вот начинает лист загнивать и видите здесь и слизни и все из-за вот этих вот листьев будут разводиться потому что это лишняя тень вы от них вот так вот избавляетесь обязательно в капусту кучу и закидывайте срочно они не нужны на грядке если листья зеленые хорошие не трогайте если вот такой вот все выбрасываете и так возвращаемся к родителям вечером приходите каждый вечер и вот так вот где листья в дырку поднимаете их заглядываете под низ и находите вот таких вот страшных гусениц они если листья такие вот небольшие дырочки значит гусеницы еще маленькие если дырки уже большие значит гусеницы уже большие приходите каждый вечер несколько дней но желательно неделю и собирайте этих гусениц смотрите видите это вообще маленькая маленькая гусеница вот кастри как она быстро убегает вот эта гусеница и ест делает в основном дырки капусты еще есть слизни со слизнями как бороться расскажу так как я капусту эту не обрабатывала ничем пока вообще то она у меня чистая без обработок и так же даже если вы будете обрабатывать этим гусеницам ничего не поможет так как они очень очень быстро набирают массу и тяжело от них избавиться вот это ручной сбор для них это самое губительное средство несколько недель вернее несколько дней подряд три дня обязательно потом через день смотрите просматривайте все листья которые поврежденные я еще нашла вот такие и все и за неделю у вас не будет абсолютно ни одной гусеницы вот как гусеницы съели мне лист видите а я сюда не заглядывала вообще потому что по тканью думаю ничего нет кто-то залетел и сделал вот такой вот рисунок смотрите просто срывала листья с капусты и кто прицепился мне на палец видите лезет какая маленькая маленькая а сколько от нее вреда это вот немедленно ее нужно уничтожить видите какая хитрая пустила паутинку на видное место ее бросаю кстати смотрите как хитро гусеница себя ведет вот капуста которая была очень плотно накрыта тканью сюда не пробралась гусеница а вот вот эти вот крайние листья настолько большие выросли что они торчат из-под ткани и она положила свои яйца просто возле ткани эти яйца здесь вылупились полезли дальше по капусте и теперь будут распространяться поэтому очень важно закрывать когда капусту тканью ее нужно закрывать полностью чтобы вот так вот эти все листья вот так снизу были защищены потому что только кусочек маленький видите торчит капусты и все и гусень уже вернее бабочка уже наложила яйца и с них потом гусеница и потом потихоньку потихоньку они будут уже есть эту капусту поэтому нужно будет за ней следить и собирать ручной сбор лучше всего так вы 100% избавитесь от гусениц потому что вы их раз пособираете ну несколько раз и все и у вас их не будет и будет растить и дальше капуста если вы будете это химикатами травить у вас постоянно будет эта гусеница поэтому накрывайте тканью можно тонкой торцы я не открываю и вообще не заморачиваюсь никак она у меня все время накрыта поливала ее только несколько раз до этого уже недели три наверное не поливала и только сейчас поливаем еще очень хорошо когда делаете полив вот так вот иногда например раз в месяц во время роста капусты проливать очень хорошо капусту зачем это нужно вы ее получается изнутри промываете и у вас когда вы срезаете качан не будет этого черного снизу от червей от слизни от абсолютно всех насекомых которые там лазят даже муравьи лазят и стреляют после себя следы а вот таким вот образом вы избавитесь от такой проблемы у вас всегда будут чистые качаны главное это делать очень обильно вот такие вот мои советы по уходу за капустой без каких-либо обработок как можно с этим справляться и как регулировать насекомых и гусениц которые могут завестись а лучше чтобы они вообще не заводились поэтому я вам желаю всего самого лучшего вам хороших урожаев вкусных урожаев сочных урожаев и пишите комментарии задавайте вопросы ставьте лайки буду всем очень благодарна подписывайтесь на канал и всего вам самого лучшего до новых встреч до свидания